День с толком Не в студии, но со своего балкона Ирина Корчагина Мы тоже изолировались, поэтому в очередной эфир телеканал «Толк» выходит из дома Смотрите в этом выпуске Месяц изоляции президент продлил нерабочие дни до 30 апреля Показательное шоу или дезинфекция Улицы Барнелу начали обрабатывать специальным раствором Ждать ли паводок и готовы ли к нему власти и жители края В четырех стенах до конца месяца президент продлил нерабочие дни в связи с распространением коронавируса до 30 апреля Напомню, в начале этой недели многие регионы перешли на режим всеобщей самоизоляции Сделал это и Алтайский край На сегодняшний день в регионе количество заболевших не изменилось От коронавирусной инфекции лечат четверых 2639 находится под наблюдением врачей Основной госпиталь, где лечат зараженных, пятая горбольница Всего по краю 9 медицинских учреждений готовы к встрече с инфекцией По последним данным в крае 600 рабочих аппаратов ИВЛ Которые могут понадобиться тем, у кого начнутся осложнения Несмотря на то, что режим самоизоляции продлен до конца месяца Нерабочие дни могут сократить в случае улучшения эпидемиологической обстановки Отметил президент Горбольница номер 4 в Барнауле перепрофилирована только под прием пациентов с пневмонией Накануне в СМИ стало известно, что в медучреждении обнаружили зараженного коронавирусом Моей коллеге Анастасии Дороган удалось встретиться с одним из пациентов, которого экстренно выписали Передаю ей слово Ирина, да, мы связались теперь уже с бывшим пациентом больницы стройгаза Там он лежал с пневмонией Его должны были выписать на 10-й день Но экстренно выписали на 9-й и выдали документ об обязательной самоизоляции За день до моей выписки поступила пациентка или пациент с признаками заражения коронавируса Девушка была в специальном костюме, в респираторной маске, не представила себя, я не спрашивал Она сказала, что вот такая ситуация была Минздрав уже опроверг эту информацию Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова Во время онлайн-конференции пояснила, что было подозрение на заражение Но тест показал отрицательный результат В больнице после этого провели дезинфекцию Сейчас оно работает, но как монопрофильное И смена формата была задумана заранее Теперь больница стройгаза принимает только пациентов с пневмонией Если в процессе лечения у таких пациентов отрицательный тест на вирус сменится на положительный То их, конечно, переведут в инфекционку пятой горбольницы Другие отделения больницы стройгаза сейчас работают на площадках других больниц Медперсонал перед этим, конечно же, прошел тесты на случай заражения Инфицированных среди них нет Штрафы больше, чем в Москве В правительстве региона прошел брифинг по борьбе с распространением коронавируса Власти в очередной раз напоминают о том, что выходить из дома нужно только по острой необходимости И назвали сумму, которую придется заплатить нарушителям указа С подробностями Валентина Аскерова Если раньше никаких санкций к нарушителям самоизоляции не применяли То теперь им грозит административная ответственность, точнее штрафы Если вы вышли из дома без веской на то причины То для начала вы отделаетесь предупреждением Ну а при повторном нарушении пострадает ваш кошелек Физические лица заплатят от 1 до 30 тысяч рублей Должностные от 10 до 50 Индивидуальные предприниматели от 30 до 50 тысяч Юридически от 100 до 300 Согласно указу губернатора, выходить из дома можно в случае крайней необходимости И при наличии паспорта Никаких других специальных документов Гражданам, проживающим на территории Алтайского края Для того, чтобы они смогли выйти из дома, дойти до ближайшего продовольственного магазина Или в аптеку Или по каким-то неотложным надобностям Еще не предусматривается Если говорить о работающих, то помимо паспорта они должны иметь справку с работы Также Виталию Снесарю задали вопрос, можно ли гулять во дворе с детьми Представитель власти ответил коротко и ясно Такие риски ложатся на плечи родителей А что касается другого излюбленного места для прогулок, тропы здоровья Ответил следующее Тропа здоровья в этих условиях тоже может стать тропой нездоровья Поэтому я бы рекомендовал воздержаться Снесарь также добавил, что сотрудники Роспотребнадзора, органы внутренних дел И местного самоуправления ежедневно выходят в рейды и проверяют торговые точки, которые должны быть сейчас закрыты Состоялось на территории региона 3235 комплексных проверок Вынесено протоколов на административную комиссию 24 Временно запрещено, то есть вынесено постановление о временном запрете действия проверяемых объектов Жители края получили ответы, пожалуй, на самый злободневный вопрос Будут ли закрыты границы Алтайского края? Не будут, это прерогатива федеральных властей, поскольку режим ЧП в стране пока не введен Границы Алтайского края так остаются беззащитными Валентина Аскерова, день с толком, из дома Сегодня на улицах Барнаула появились люди в специальных защитных костюмах и масках Они проводили дезинфекцию и распыляли хлост, содержащий раствор За процессом наблюдала наша съемочная группа Спецсредства против коронавируса Чтобы не допустить распространения инфекции, сегодня в городе Барнауле проводят влажную уборку улиц Специальными средствами обрабатывают дороги, тротуары и места общественного пользования Сейчас мы находимся на площади Октября, именно отсюда и началась дезинфекция Первая точка санитарной обработки – подземный переход возле дома под шпилем К слову, в городе таких три, и все будут продезинфицированы Также будут обработаны остановки и другие общественные территории Сейчас специальным химическим раствором дезинфицируют центральную аллею на проспекте Ленина Для дезинфекции используют хлороорганические составы Концентрация таких средств безопасна для людей и эффективна против коронавируса Коронавирус, он подвержен как раз, он гибнет при применении как кислородсодержащих дезинфектантов Так и хлородсодержащих дезинфектантов Поэтому эффект будет от этого только положительный Потому что инфекция может осаждаться на любых поверхностях Дороги в Барнауле начнут обрабатывать уже с понедельника Поясняют в ночное время Главное, чтобы температура воздуха была положительная и жидкость не вымерзала А вот общественные места будут дезинфицировать только днем Мы выстроим график работ, чтобы горожане видели В какой день и в какое приблизительное время Мы будем обрабатывать ту или иную территорию Почему здесь с нами присутствуют народные дружинники Они будут ограничивать это пространство, которое обрабатывается В течение 15 минут, чтобы люди не подходили В планах администрации проводить обработку еженедельно Причем не только центр города, но и районы Мария Микшута, Николай Шелко, День с толком 4 тысячи флаконов с антисептиком получили врачи и соцработники Алтайского края От фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева Продолжит Дарья Демиллер Фронт сейчас в Барнаульской 5-й городской больнице Именно там врачи сражаются с коронавирусом, спасая первых зараженных Но серьезный удар держит и тыл Люди валяют не только простудой И несмотря на указ губернатора об изоляции В поликлинике алтайских городов продолжают приходить пациенты Штат терапевтов заметно сократился Врачи старше 65 лет в зоне риска А значит работать не могут Это осложняет работу и без того ослабленного здравоохранения Сейчас на дому по максимуму обслуживаются все пациенты Которые обращаются за медицинской помощью В частности, конечно, приоритет старшее население Старше 65 лет Их всех, независимо от причины обращения Участковый терапевт обслуживает на дому Также ОРЗ с достаточно высокими цифрами температуры Выше 37,5 Тоже преимущественно обслуживание идет пациентов у нас на дому Ежедневно на прием по вызову ходят десятки врачей в каждой поликлинике В аптеках необходимые средства защиты давно исчезли У меня все врачи, хоть здесь на приеме, хоть на дому Работают со средствами защиты То есть это маска, это перчатки У нас у врачей, у некоторых есть спиртовые салфетки Нам выдавали здесь И некоторые покупают за свой счет Всевозможные антисептические гели, спрей и так далее Теперь врачам выдадут средства защиты В более удобной форме Всем можно пользоваться при посещении пациентов на дому Перед тем, как вы пришли на дом Вы обработали ручки, да, спреем В перчатках, а не без перчаток То есть без разницы, вы их обязательно обрабатываете После того, как вы пациента посетили, перчатки сняли Также руки обработали антисептиком Сегодня антисептик от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева Получили медучреждения и социальные службы Волонтеры Барнаула, Навалтайска, Заринска Накануне спрей с дезинфицирующим веществом получили и в Бийске Кроме врачей, средства защиты нужны и тем, кто ежедневно помогает пенсионерам Работники социальных служб сейчас тоже в строю, несмотря на объявленные нерабочие дни Сейчас в данный момент мы оказываем экстренный подвоз продуктов питания и лекарств Людям пожилого возраста старше 65 лет, малообеспеченным семьям, одинокопроживающим женщинам Семьям с детьми инвалидами, а также для категории малоимущих граждан Сложность в том, что для помощи соцработникам необходимо входить в довольно тесный контакт с подопечными И без средств защиты это может быть опасно для пожилых людей Ну конечно же хочется выразить огромные слова благодарности от лица сотрудников нашего учреждения Депутату Государственной Думы Александру Сергеевичу Это очень большая помощь Теперь более сотни человек смогут помогать другим и делать это безопасно для себя и окружающих Обеспечивать наши тылы им придется еще долго И мы благодарны за то, что эти люди делают ради других в сложное для всей страны и мира время Дарья Демиллер, Илья Халяпин, День с толком Переходим к другой теме Лед в алтайских реках вскроется, а уровень воды уже возможно начнет повышаться в ближайшие дни Об этом рассказали на брифинге вице-премьер края Игорь Степаненко и глава регионального МЧС Александр Макаров Под ударом могут оказаться около полусотни населенных пунктов Особенно это касается предгорных районов Так какой же будет первая волна? Готовы ли к ней власти и жители края? Расскажет Илья Кочетков В качестве дежурного корреспондента он сегодня выехал в микрорайон Затон, который традиционно страдает от стихии Снег уходит, но обещает вернуться уже в виде воды Последние дни на Алтае стоят плюсовые температуры В предгорных районах запасы снега местами в полтора-два раза выше нормы Региональный МЧС уверяет, к приходу воды готовы Мобильная группа уже прибыли в Шипуновский, Бийский район И сегодня их число увеличит еще на 100 человек Они закроют Бийскую, Петропавловскую и другие проблемные зоны Группировка будет задействована таким образом, чтобы прикрывать не один муниципальное образование, не один муниципальный район, а сразу несколько Мы отправились в микрорайон Затон Здесь люди в принципе живут от паводка до паводка И так привыкли, что относятся к возможному буйству природы с юмором Ждете вообще паводка в этом году? А кто его знает? Ну придет, не расстраивайтесь Он придет к нам в июне, а может в июле ночь Мы этот не боимся паводок Чего больше боитесь, коронавируса или паводка? Я на втором этаже ничего не боюсь А отменили уже, не будет его Синоптики насчет второй волны не строят пока даже приблизительных прогнозов Слишком рано Более того, с первой волной, понятно, далеко не все С одной стороны, есть шанс, что вода быстро уйдет в непромерзшую землю Но возможен и другой сценарий Много будет зависеть от именно того, будут ли у нас сильные осадки в период активного снеготаяния или нет Если, не дай бог, зайдет циклон с обильными осадками, то мы можем получить в отдельных зонах и паводковую обстановку достаточно серьезную В ближайшие дни воздух днем будет прогреваться до плюс 17-18 градусов Кроме того, ночью тоже будет устойчивый плюс Александр Люцегер пояснил, что при таких же снегозапасах и с такой же температурой В 2017 году первая волна прошла довольно спокойно Но как бы то ни было, следующая неделя должна решить, быть паводку 2020 или нет Илья Кочетков, Илья Халяпин, День с толком Следующий сюжет мы снимали до введения в край режима самоизоляции Но актуальности он не потерял Распилить дом пополам или испортить жизнь Это лишь малая часть того, что обещают сделать застройщик с жителями частных домов Который отказывается отдавать ему свою землю Андрей Дрея разбирался в ситуации Марина Павловна Гребнева, доктор наук, преподаватель истории и литературы в классическом университете А это ее дом На его месте был другой, в котором Марина Павловна родилась Земля и дом ей дороги, здесь прошла жизнь, умерла мама Но пришла компания строительная перспектива Начала возводить многоэтажку буквально за забором И теперь земля Марины Павловны нужна застройщику, который не знает Слова нет С самого начала говорила, что ничего продавать я не буду То есть это моя собственность И я со своей собственностью, но вольна поступать так, как считаю нужным Это не входило и не входит в его интересы И вот последние два месяца он предпринимает самые активные действия Для того, чтобы, ну вот, скажем, если называть вещи своими именами, то меня выжить из дома То есть делать все для того, чтобы я стала разговорчивее И продала то, что мне принадлежит Застройщику удалось выкупить вторую долю в доме Она принадлежала не Марине Гребневой Метод давления угрозой сделать жизнь невыносимой Например, новый собственник второй доли на своей части дома Открыл окна на несколько месяцев Как говорит Марина Павловна, это тактика вымораживания Он мне объявил войну, и я могу это подтвердить, то есть аудиозаписи Он сказал, вот мне не очень хотелось, но я тебе объявляю войну И, вероятно, с его точки зрения на войне все средства хороши Вот одно из них, это, собственно, мое вымораживание То есть он открывает окна В общем, подпол, поэтому фактически температура в доме Чуть, так сказать, потеплее, чем температура на улице Состав преступления в этих действиях пока не увидели ни в прокуратуре, ни в полиции Но есть и другие методы давления Например, как говорит Марина Павловна, строители демонстративно ходят через ее калитку со стройматериалами Когда на многочисленные просьбы и замечания строители не отреагировали Преподаватель-филолог вынуждена была объяснить все по-русски Эту видеозапись застройщик грозит опубликовать И вот неожиданно он появился во время съемок и попытался выполнить обещание Андрей Геннадьевич, то есть вы до сих пор пытаетесь давить на человека? Я до человека не давлю Вот это средство воздействия Андрея Геннадьевича Я очень рад, что здесь собрались И камера, и все Планирую оказывать давление законными методами То есть заселить сюда рабочих Кто мне может препятствовать? Ну кто мне может препятствовать заселить сюда рабочих? И жизнь данной женщины станет менее комфортной А вот еще стоит бабушка, на которую я давлю 5 лет Ну что, она согнулась что ли, да? Вон дочка ее стоит, миллионерша долларовая Понимаете, улица здесь, она маленько заразная, судя по всему Андрей Комяков, генеральный директор строительной перспективы И не скрывает, что давит на жителей частных домов На вторую половину дома Марины Павловны Обещает заселить десятки строителей или десятки кошек Лишь бы сделать жизнь невыносимой И заставить отдать ему землю В обмен предлагает передать ей в собственность долю дома Сейчас земля принадлежит обоим на правах совместного пользования И по словам юриста, по жилищным вопросам Во-первых, собственница имеет полное право не продавать и не обменивать свою часть земли А во-вторых, методы давления застройщика не такие уж законные, как тот думает Собственнику, так его назовем, сегодня безразлично, в каком состоянии это имущество будет И есть вероятность того, что он в дальнейшем просто может вредить этому имуществу Уже не посредством открытия окон каких-то, а каких-то конкретных действий То есть, в том числе, возможность порчи фундамента И, как следствие, дальнейшая гибель всего дома Я считаю, что здесь есть уже некий иной состав Не гражданской правовой ответственности, а состав административной, уголовной Поскольку мы говорим о том, что фактически жизнь человека, который находится в этом доме Подвергается угрозе И серьезной угрозе Если на его условия собственница не согласится Застройщик обещает физически снести половину дома, которая ему принадлежит И сделать это хочет по закону, уже готовится к экспертизе Собственники считают, что это тоже метод давления Андрей Дреер, Алексей Фризин, День с толком На этом у меня все В завершении традиционный ролик от Союзмультфильма О правилах поведения во время распространения инфекции А сразу после выпуска новостей смотрите интервью с главным инфекционистом края Который ответит на многие волнующие вопросы Оставайтесь дома и до встречи в эфире Спокойствие, только спокойствие Во все времена сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok